Климат станет лучше. Правда, речь сейчас идет не о погоде, а об инвестициях. Сегодня состоялось первое заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в крае. За одним столом собрались и чиновники, и бизнесмены. Какие прогнозы делают эксперты? Есть ли повод для тревоги, когда над краем будет безоблачно? Расскажет Виктория Лопатайте. Большой у вас инженерный цех, научно-технический. Буквально с порога глава региона задает самые важные вопросы. Сегодня он посетил литейно-прессовый завод. Один из крупнейших в России производителей алюминиевых профилей для строительных конструкций. На предприятии реализуется инвест-программа технического развития. Объем финансирования более миллиарда рублей. Летом на заводе запустили новейший прессовый комплекс. Впереди четырехлетняя программа модернизации. Основная задача – это не только собственно металлургические продукты, но и продукты глубокой переработки, которые бы обеспечили развитие на нашей территории, в России, транспортного машиностроения, уровня того, который соответствует Европе и миру. Модернизация литейно-прессового завода – показательный пример развития экономики края за счет частных инвестиций. Только в прошлом году их объем составил без малого 400 миллиардов рублей. И Краснояр стабильно входит в десятку регионов с высоким показателем инвестиционного потенциала. Как сделать инвесторов еще более активными, чиновники обсудили вместе с представителями бизнеса. Наиболее эффективная мера – следование стандартам, разработанным на федеральном уровне агентством стратегических инициатив. Это большая и сложная работа. И вот стандарт ОСИ, о котором мы сегодня говорили, дорожная карта, включающая в себя и законодательные, и инфраструктурные, и деловые отношения, и нацелен на то, чтобы максимально в рамках сегодняшней и внутристрановой конкуренции, и в целом межстрановой, сделать край максимально привлекательным. Создание нормативной базы по поддержке инвестиционной деятельности, строительства промо- и технопарков для развития бизнеса, переход на сопровождение инвестпроектов по принципу одного окна, своевременная подготовка кадров. Все это сделает понятной предпринимательскую среду и привлечет новые инвестиции в регион. Главное – делать это сообща. Если у предпринимателя есть время, есть желание, есть активная позиция, он может очень сильно влиять на законодательные какие-то процессы. Создание вот этого пресловутого климата предприниматель в первую очередь влияет. Правительство края уже приступило к внедрению таких стандартов. Осенью конкретные предложения уже появятся на столе губернатора. Виктория Лопытая, Александр Шевелев, 7 канал, Новости 24.